Глава десятая Книги пророка Ездра Когда так молился Ездра и исповедовался, плача и повергаясь пред Домом Божиим, стеклось к нему весьма большое собрание израильтян, мужчин и женщин и детей, потому что и народ много плакал. И отвечал Шахания, сын Иехиила, из сыновей Еламовых, и сказал Ездре, — Мы сделали преступление пред Богом нашим, что взяли себе жен иноплеменных из народов земли, но есть еще надежда для Израиля в этом деле. Заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету Господина моего и благоговеющих пред заповедями Бога нашего мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, и да будет по закону, встань, потому что это такое дело, и мы с тобою, ободрись и действуй. И встал Ездра и велел начальствующим над священниками, левитами и всем Израилем дать клятву, что они сделают так, и они дали клятву. И встал Ездра и пошел от Дома Божия в жилище Иоханана, сына Илья Шивова, и пришел туда. Хлеба он не ел и воды не пил, потому что плакал о преступлении переселенцев. И объявили в Иудее и в Иерусалиме всем бывшим в плену, чтобы они собрались в Иерусалим. А кто не придет через три дня, на все имение того, по определению начальствующих и старейшин, будет наложено заклятие, и сам он будет отлучен от общества переселенцев. И собрались все жители Иерусалима, все жители Иудеи и земли Вениаминовой в Иерусалим в три дня. Это было в девятом месяце, в двадцатый день месяца. И сидел весь народ на площади у Дома Божия, дрожа как по этому делу, так и от дождей. И встал Ездра священник и сказал им, — Вы сделали преступление, взявши себе жен иноплеменных, и тем увеличили вину Израиля. Итак, покайтесь всем пред Господом Богом, Отцом ваших, и исполните волю Его, и отлучите себя от народов земли и от жен иноплеменных. И отвечало все собрание и сказала громким голосом, — Как ты сказал, так и сделаем. Одно же народ, однако же народ многочислен, и время теперь дождливое, и нет возможности стоять на улице. Да это дело ни одного дня, ни двух, потому что мы много в этом деле погрешили. Пусть наши начальствующие заступят место всего общества, и все в городах наших, которые взяли жен иноплеменных, пусть приходят сюда в назначенные времена, и с ними старейшины каждого города и судьи его, доколе не отвратится от нас пылающий гнев Бога нашего за это дело. Тогда и Анафан, сын Асаила, и Яхзеия, сын Фиквы, стали над этим делом, и Мешуллам и Шавфай, Шавфай, Левит, были помощниками им, и сделали так вышедшие из плена, и отделены на это ездросвященник, главы поколений от каждого поколения их, и все они названы поименно. И сделали они заседание в первый день десятого месяца для исследования сего дела, и окончили исследование о всех, которые взяли жен иноплеменных к первому дню первого месяца. И нашлись из сынов священнических, которые взяли жен иноплеменных, из сыновей Иисуса, сына Иосидекова и братьев его, Моисея, Елизер и Ариф и Гедалии. И они дали руки своего уверения, что отпустят жен своих, и что они повинны принести в жертву овна за свою вину. Дальше от двадцатого стиха по сорок третий стих перечисляются имена тех, кто взяли жен нееврейских. И последний сорок четвертый стих десятой главы «Ездры все сии взяли за себя жен иноплеменных, и некоторые из этих жен родили им детей».